Консольные стратегии. Слово-сочетание, от которого гордые ПК-бояре заходятся смехом, ведь как можно этим, 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 этим или даже этим играть в вот это? Но мы-то с вами помним Dune 2 Battle for Arrakis для Sega Mega Drive, как NDA Crossfire для PlayStation 1, в общем, были удачные примеры в жанре. И второй игрой студии Vanilla VR стала именно стратегия, и не абы какая, а в реальном времени. Случилось всё после окончания работы над Один Сфер в 2006 году. Как вы помните, Atlus, издатели Один Сфер, сообщили разработчикам, что релиз случится только через год, поэтому в Vanilla VR надо было чем-то себя занять. Разработчики игр обычно в такие моменты занимают себя разработкой игр, но вот Atlus, новые проекты от Vanilla VR были неинтересны до тех пор, пока не будет ясно, что там с продажами у Один Сфер, которая ещё даже не вышла. Джордж Камитани просит у Atlus добро на контакты с другими японскими издательствами, и никто в Atlus не был против. Как оказалось, на Vanilla VR обратила внимание студия NIS, Nippon Ichi Software, авторы серии игр Disgaea. У NIS дела шли в гору в плане финансов, и теперь они могли не просто разрабатывать и издавать собственные игры, но и помочь с изданием другим студиям. Президент NIS, Сахей Ниякава, ушедший в отставку только в 2022 году, был под впечатлением от работ Камитани и сам вышел на Джорджа с предложением сотрудничества. В видео про Один Сфер я упоминал о том, что Джордж Камитани – большой поклонник западной культуры. Это касается и игр. Камитани часто играл в две культовые стратегии от Blizzard – StarCraft и WarCraft. Ещё работая над MMO Fantasy Earth – The Ring of Dominion, Джордж хотел поработать над элементами в стиле RTS, т.е. стратегии в реальном времени, но с Fantasy Earth не сложилось, а идея из головы не уходила. По словам Камитани, разработка новой игры началась с фразы «а давайте сделаем свой StarCraft». NIS это устраивало, студия сама разрабатывала стратегии для консолей, только пошаговые, а проект Vanilla VR смог бы показать взгляд со стороны на этот жанр. Издательство дало полную творческую свободу разработчикам. В соглашении между Vanilla VR и NIS было всего три важных ограничения. Первое – Vanilla VR заранее отдают все права на игру NIS и издательство само будет решать будущее франшизы, если у игры получится стать франшизой. Второе – срок. У Vanilla VR было не больше одного года на создание игры. И третье – все расходы на разработку несут Vanilla VR, а NIS берут на себя все связанное с продажей игры, издательством за рубежом и рекламным продвижением проекта. И разработка стратегии Grim Grimoire стартовала. Princess Crown, как и Один Сфер, создавалась почти два года, теперь же приходилось спешить. А речь шла не просто о создании новой интеллектуальной собственности – комитани с командой пробовали себя в новом для них жанре. Поэтому у Grim Grimoire было два варианта развития. Показать настоящий талант студии Vanilla VR, как разработчики в краткие сроки адаптируются в новых условиях и выдают годноту, или же ошибиться, после чего ждать выхода Один Сфер и молиться на продолжение сотрудничества с Атлус. До этого в видео по Princess Crown и Один Сфер я отмечал, что комитани не привык рисковать. Для боевой системы Princess Crown он использовал механику файтингов, с которой был знаком, а для Один Сфер отказался от идеи работать с 3D для лучшей проработки картинки в двух измерениях. Теперь же от риска было не уйти, да и душа просила творчества в новых границах. Кстати, об идее работать в 3D. Grim Grimoire в каком-то смысле продолжает традицию 2D игр от Vanilla VR. Вместо привычной изометрии или вида сверху, как в Сеговской Дюн, Grim Grimoire использует вид сбоку. Основное отличие от предыдущих работ студии заключалось в визуальном эффекте аквариума. Поле боя и было своеобразным многоуровневым аквариумом, где перемещались юниты. Джордж вновь сознательно отказывался от работы с 3D, что неудивительно. Но причиной он называет не короткие сроки, а желание того, чтобы Grim Grimoire и Один Сфер стали передовыми играми с 2D-дизайном. И это правда, как минимум по большей своей части, потому что Камитани до сих пор остается и наверняка останется навсегда как огромным фанатом 2D, так и прекрасным специалистом в работе с двухмерной графикой. В отличие от Один Сфер, у Grim Grimoire есть источник вдохновения в игровой индустрии. Grim Grimoire, по словам самого Джорджа, вдохновлена одновременно вселенной Гарри Поттера и игрой Atelier Marie The Alchemist of Salzburg. От Поттера здесь сеттинг. Действие игры происходит в Школе Волшебства, куда поступает учиться, кто бы вы думали, конечно же юная девушка, классический типаж героини от Vanilla VR. Вообще-то в Atelier Marie тоже юная девушка шла учиться, правда не магии, а алхимии, поэтому влияние от дебютной игры серии Atelier в Grim Grimoire огромное. Комитани даже хотел позвать для разработки дизайнера Atelier Marie, Кохиме Осо, но ему напомнили об ограниченном бюджете и пришлось взять Куичи Маэну, работавшего над… симулятором пожарника для PS2, что тоже как бы неплохо. По изначальной задумке, куда не закладывались все ограничения по времени и финансам, Grim Grimoire планировалась не просто как стратегия. В ней еще сочеталось сюжетное приключение с элементами исследования мира и прямым повествованием из точки А в точку Б. То есть сценарий хотели делать классический. Героиня начинает в одной точке истории и постепенно, шаг за шагом идет к финалу своего приключения. Но еще на старте разработки стало ясно, что денег прям совсем мало и надо жестко экономить. Комитани решают, что лучший вариант экономии – временная петля. Сценарий игры ограничивается пятью днями в волшебной школе, которой раз за разом переживает юная ученица. Это гениальное решение. Принятое из соображений экономии, оно настолько вписалось в концепцию игры, что ее невозможно представить уже какой-то другой. Джорджу и команде удалось это реализовать как сюжетно, так и геймплейно. Героиня сохраняла прогресс в обучении каждый раз, когда петля закидывала ее в начало и таким образом, как игровой персонаж, она становилась сильнее, а игрок чувствовал свой прогресс. Дизайнерам же это решение позволило максимально сэкономить в работе. Использовался ограниченный набор сюжетных персонажей, всего чуть больше десятка. А музыку все также помогали писать Хитоси Сакимото, Масахару Ивата и другие товарищи, с которыми Комитани познакомился, работая над ММО для Эникс. Геймплейно же в Vanilla VR пытались максимально засунуть вот в этот концепт классическую РТС. Есть база, есть источник ресурсов, есть юниты для сборки этих ресурсов, есть бойцы стандартные, а есть огромные юниты, очень сильно изменяющие ход битвы, больно бьющие и по врагам, и по бюджету. Разработка шла ровно, в ноябре 2006 года игру уже анонсировали, а 12 апреля 2007 года Nipponichi Software выпустила игру в Японии. Позднее, в июне и сентябре этого же года, игра вышла в США и Европе соответственно. Тут и кроется такой вот нюанс. Один Сфер была разработана Vanilla VR 1, но выйдет она только через месяц после Grim Grimoire, поэтому по дате релиза, дебют Vanilla VR – это Grim Grimoire. Но первой разработанной игрой была Один Сфер. Итак, что же это за зверь такой этот ваш Grim Grimoire? Игра делится на две части – лекции и практику. Лекции – это озвученные сценки, где героиня знакомится с обитателями магической школы и познает тайны местного Хогвартса. Без выборов диалогов – чистое течение по сюжету. Практика – это боевые задания, где нужно выполнить либо то, что требует преподаватель, либо то, что спасет тебе жизнь. То есть, сначала будут миссии в духе «Ну давай, девочка, попробуй-ка уничтожить вот это мое строение», а потом встретятся задания в стиле «Черт, Джайна, нам нужно продержаться 30 минут, пока не придет подкрепление от Утера». Выполнено все в 2D, то есть вместо прекрасного изометрического мира у нас боковой срез магической школы. И ходить приходится не по земле и лесам, а по лестницам вниз-вверх, причем иногда просто так не пройти, мешают непроходимые стены. Красные стены способны разбить мощные юниты, например дракон, после чего там спокойно идет и пехота. А вот через зеленые вообще никак не пройти, но можно перелететь. Юниты тут делятся на ходячих и летающих, а также на имеющих физическое воплощение и призраков. Все это важно для боя. Летающие бойцы мобильнее и могут атаковать из-за тех самых стен или попросту сверху или снизу, а пехотинцу приходится бегать догонять. Астральные воплощения вообще могут бить только особые юниты, либо на призраков нужно наложить заклятие, выдающее им на время телесную форму. Ну и это вроде как вся наука. Отправляешь мелюзгу добывать единственный ресурс, ману, попутно строишь новые здания, где нанимаешь бойцов, апгрейдишь их, чтобы бойцы становились сильнее и получаешь новые навыки и доминируешь. Ну и мелюзга еще может строить защитные башни, при этом башни считаются за юниты, а в игре на количество бойцов ограничения, поэтому тоже надо думать. Ну типа окей, застроишь ты базу башнями, сожрешь все доступные квоты на создание солдат и нападать будет нечем. И если враг сам не придет и не разрушит твои башни, то сам ты это сделать не сможешь, такой кнопки в ограниченном интерфейсе нет. Короче говоря, по большому счету все как и во многих других сингловых стратегиях. Есть источник ресурсов ограниченный, есть ассортимент боевых единиц и тебе нужно грамотно это все использовать для выполнения поставленной сюжетом задачи. Основная же фишка игры – временная петля. Она конечно больше важна для сюжета, но и в геймплее нашла свое отражение. Героиня учится и получает знания каждый день, что открывает доступ к новым зданиям, а это открывает доступ к новым юнитам. Но даже после зацикливания петли героиня сохраняет полученные знания, а учителя учат ее дальше. Просто девочка после зацикливания петли адаптируется и говорит при знакомстве с преподавателями, что уже кое-чо выучила в родном городе и хотел бы расширить возможности. Вторая фишка – тут нет рас или фракций. Есть четыре вида гримуаров – гламур, алхимия, некромантия и волшебство. Но это не выбор, а ассортимент, ибо использовать можно любых юнитов и посылать в атаку разнообразную армию. Нюанс лишь в ограниченном управлении. Нельзя одновременно выбрать одну феечку, единорога, одного голема, одного демона, призрака, после чего послать эту разношерстную армию в бой. Выбирается один конкретный тип, причем еще и ограниченный количественно. И если количественное ограничение можно попробовать понять аппаратным ограничением консоли, то вот почему мы не можем взять в отряд единорога и фею – тут вопрос открытый. Игровой процесс залипательный и так, миссия за миссией, ты не замечаешь как заканчивается игра и петля времени наконец-то распутывается. И из-за чего же тут собственно весь сырбор? Дело в том, что в башне серебряной звезды, а именно так называется местная школа волшебства, давным-давно пытались создать философский камень. Но злой архимах Кальварес решил использовать его единолично и был запечатан в башне. Лилит Буан, наша героиня, об этом всем не имела ни малейшего понятия и просто приехала научиться магии, чтобы стать чьей-то придворной чародейкой и содержать за счет этого своих родителей и младших братьев. И вот она ознакомится с однокурсниками и учителями, обживается в школе, но на пятый день высвобождается Кальварес и начинает резню. Он добирается и до Лилит, но она просыпается и думает, что все это был в сон. На самом же деле, ее откинуло на пять дней назад и она пытается как-то изменить будущее, вырваться из петли и понять, что за Санта-Барбара тут происходит. Так как время ограничено пятью днями, мы не столько узнаем что-то новое в плане дальнейшей истории, сколь узнаем подноготную всех тех, с кем за первые пять дней только познакомились. Оказывается, что Маргарита, одна из наших однокурсниц, сектантка и последователь культа Кальвареса. Она мечтает возродить архимага. Второй однокурсник влюблен в Аполнарию, учительницу некромантии, но дело в том, что учительница некромантии влюблена в Чартруза, учителя алхимии. А алхимик много лет назад был любовным интересом Луджи, одной из создательниц философского камня вместе с Кальваресом. Но Чартруз больше любит девочек-гомункулов, поэтому отказал Луджи, из-за чего был проклят, а сама Луджи теперь подпитывает чувство Аполнарии к Чартрузу. Но Лилит думает, что вся проблема очень проста и кроется в дьявольском учителе-адвокате. Он буквально дьявол, но не такой уж и плохой парень, о чём девочка догадается только на практике, где-то на третьем цикле петли. Третий однокурсник оказывается шпионом из другой страны, ищущим философский камень ради политических затей, и он даже немного понравился Лилит. А четвёртая Аморетта, и вовсе не то чтобы девочка, а гомункул, созданный Чартрузом. Её теле ангельская сущность, поэтому она способна уничтожить демона. Она, к слову, понравится Лилит больше, чем однокурсник, и я не могу её винить в этом. И так получилось, что как раз демон по имени Гримлет питает силой Кальвареса, архимага. Две петли подряд только ценой жизни Аморетты получается хоть как-то победить Кальвареса, но петля всё равно замыкается. На пятый цикл петли времени Лилит узнаёт всю информацию и разруливает ситуацию. Она уговаривает лучше помочь спасти Аполнарию и отпустить её чувства, чтобы та спокойно строила отношения с учеником. Сексуальный призрак, к слову, вообще не такой злой, как Кальварес. Ей было интереснее досаждать Чартрузу, который ей отказал, а не устраивать резню, поэтому она соглашается помочь. С Маргаритой даже разбираться не надо, ибо она боится смерти, и когда дело начинает пахнуть жареным, сама готова помогать Лилит. Ну а с Кальваресом, который что бы ты ни делал, всё равно появляется на пятый день, она справляется с помощью адвоката. Тот делится книгой Лемегетон, способный призвать демона, и Лилит призывает демона Гримлета сама, и тот по собственному желанию с радостью убивает Кальвареса. Но так как девочка призвала демона, она обязана заключить контракт и продать дьяволу душу в обмен на желание. Желание Лилит, чтобы демон принял бога и служил ему, и тот отказывается выполнять контракт, из-за чего отправляется в дальний угол ада, а Лилит оказывается свободна. Ну окей, да, но в чём же причины всех этих временных петель? Всё просто. После всех неудач с философским камнем, его заперли рядом с комнатой Лилит, где давно уже никто не живёт. И этот философский камень раз за разом возвращал её на пять дней назад. После изгнания демона она находит камень, а рядом с ним взрослую версию себя. Оказывается, петля замыкается не пятый раз, а тысяча чёртова знает какой раз. Лилит живёт в петле тысячи лет и много, очень много раз пыталась разбить камень и вырваться из петли, но только теперь с приобретением огромного магического опыта у неё наконец-то это получается. Она спасла всех жителей башни, вырвалась из петли и всё же стала придворным магом. Да, по сравнению с Один Сфер получилась короткая игра. Прохождение занимает часов восемь-девять, ну и разрабатывалась игра считанные месяцы. С отзывами прессы всё было хорошо, художественный стиль и историю откомитания оценили высоко, а в геймплее были недовольны управлением и сложностью игры. При этом критику в сравнении с мастодонтами жанра РТС грим-гримуар не выдерживала, хотя были те, кто пытался сравнивать. А вот продажи сильно подкачали. В Японии игра неплохо стартовала и первую неделю держалась даже в топе продаж с семнадцатью тысячами копий. При этом к концу года, а я напомню, что вышла игра в апреле, было продано менее двадцати семи тысяч копий. Издатели реально пытались продать игру, европейский релиз запланировали одновременно с выходом книги Гарри Поттер и Дары Смерти, выпускались ограниченные издания с артами и саундтреком, но интерес от этого не рос. Виновных искать глупо, достаточно того, что жанр выбран специфически для эксклюзива PlayStation 2, да и это дебютный релиз новоиспечённой студии Vanilla VR. Финансовый провал был страшен, ведь изначально грим-гримуар создавалась в ожидании релиза Одинсфер и, естественно, в Vanilla VR надеялись, что удастся заработать денег. А в итоге денег стало только меньше. Комитане должен платить сотрудникам зарплату, да ещё и дальше надо на что-то существовать, и ему приходится брать кредит в размере двадцати миллионов йен. Никаких вариантов с сиквелом и быть не могло, хотя у Джорджа были идеи, но тут как с Princess Crown, сиквел для финансового провала невозможен. Долгие годы было чертовски обидно за судьбу игры, но в 2022 случается странное. Vanilla VR и Nipponichi Software соглашаются сделать грим-гримуар Once More. Это я не на английском говорю, что они согласились делать. Once More – под заголовок ремейка оригинальной игры для Switch, PlayStation 4 и PlayStation 5. Виновник этого процесса – Йосио Нисимура, один из художников игры Lost Odyssey и некогда дизайнер Capcom, работавший над Devil May Cry 3. Он пришёл в грим-гримуар и очень полюбил этот проект. Поэтому, когда появилась возможность, он сам был инициатором разговора с Нис по поводу разработки ремейка. Как и в случае с Одинсферлифтрассиров, грим-гримуар Once More сильно изменился геймплей. Во-первых, в игре появилась перемотка времени. Оригинальная грим-гримуар встречала обучением, где тебя буквально заставляют смотреть, как эльф десять раз туда-сюда носит ману, а ты даже камерой в сторону повести не можешь. В Once More в любой момент можно зажать кнопку ускорения времени, и эльф начнёт носиться куда быстрее. Ещё одно прекрасное нововведение – теперь можно выбирать в отряд любых бойцов из любой расы – все ограничения сняли. Появились новые уровни сложности. После миссии открываются прекрасные рисунки разных авторов, в том числе и концепты разработчиков. Добавили сохранение во время миссии. Да, в оригинале миссия по защите базы в течение 20 минут не просто длилась 20 минут, но и сохраняться не давали. И ещё появились две уникальные механики – свободная прокачка и Grand Magic ульта Lilith. Если раньше Lilith получала определённые скриптовые знания после каждой миссии, то теперь она получает монетки, которые игрок сам волен тратить как пожелает. Это делает игру в разы интереснее, ибо игрок теперь может выбирать свой стиль – рашить армии феечек, которых ты вкачивал, или терпеть до появления химеры, которой ты прокачкой усилил максимальное хп. Ульта также работает на гибкость геймплея. Она позволяет один раз за миссию либо мощно вдарить по области, либо получить 500 маны и увеличить на 10 максимальное количество юнитов, либо вылечить своих по области, либо отмотать время после фейла миссии и повторить, не перезапуская всё вновь. За счёт прокачки появилась мотивация проходить побочные задачки, которые были и в оригинале, но там за них ничего не давали. Теперь же выполнение побочных миссий открывает картинки и даёт ещё очки опыта. И не знаю как насчёт игры за телевизором на PlayStation 5, но на Switch ремастер выглядит как родной. И именно на консоли от Nintendo вышла следующая игра Vanilla Wear. Эпоха PlayStation 2 заканчивается, а Джордж Камитани вместе с командой и кредитом в 20 миллионов йен начинает новый этап своей студии. Но об этом мы поговорим в следующем видео. На сегодня же у меня всё. Не забывайте ставить лайки, если видео понравилось, и обязательно подписывайтесь, так вы заодно не пропустите следующее видео. Спасибо вам за внимание и огромное спасибо Дуфи, Лёше Новэму и всем парням с Бусти за поддержку канала. Всем добра и до скорой встречи.